Приветище! Это Зельд Слёд Королевства и мы продолжаем. И сегодня, скорее всего, у нас будет финал, потому что мы полностью подготовились, снаряжение собрали, пять мудрецов получили, Кога победили, который слил нам информацию, где находится сам лично Ганандорф. Так что я сейчас докладываю пури и можно действовать. Неужели король демонов скрывается в глубочайшем подземелье замка Хайрул? Кто бы мог подумать, ты, как всегда, наш шаг впереди меня. Благодарю тебя от всего сердца. Джоша тоже отлично себя показала, правда? Она старалась изо всех сил, чтобы добыть полезные тебе данные. Думаю, тебе стоит её поблагодарить. Что ж, думаю, теперь всё готово. Наша цель – самый глубокий каверный под замком Хайрул. Я сейчас же сообщу всем мудрецам, что ты направляешься в логово короля демонов. Об этом не беспокойся. Оправдай надежды принцессы. Проучи короля демонов, как он того заслуживает. Без проблем. Но к Джошу действительно надо зайти. Она давала очень ценные наводки, так что... Джошу! А, это ты, Мечник, с возвращением. Смотрю, ты в отличном настроении. Неужели ты что-то обнаружил? Я Кога поймал. Что? Ты победил Когу? Ну, в принципе, это было ожидаемо. Есть информация о том, где принцесса Зельда, Мечник. Так Зельда – это дракон. Ясно. Значит, где принцесса Зельда по-прежнему неизвестна. В смысле, Линк? Ну, что? Как так? Ты не хочешь инфу сливать или что? Ты не хочешь всех тревожить пока? Ну, как бы я бы тоже на самом деле не сказал, потому что это же все-таки принцесса Хайрула. Если все узнают, что она стала драконом и непонятно, что делать дальше, Хайрул просто взорвется, обезумит и начнется паника во всем мире. С другой стороны, теперь хотя бы эта опасность миновала. Меньшего я от тебя и не ожидала, Мечник. Я очень увлечена исследованием Каверн. Если найдешь что-то, Мечник, скажи мне. Без проблем. Обязательно скажу. Профессор Пура похвалила меня? Вау! Что она сказала? Что ты нашел короля демонов именно благодаря моим исследованиям Каверн? Это правда? Погоди-ка. Король демонов? Только не говори, что король демонов – это тот, кто повелевает жуткими демонами. Ну, типа да. Не может быть, король демонов. Но все-таки король демонов, может быть, приведет нас к разгадке тайны о том, где сейчас принцесса Зельда. Я еще маленькая, так что мне пока нельзя спускаться в Каверны, но я все-таки очень хочу помочь. Все это время я удаленно изучала Каверны, прямо здесь. Исследования оказались очень полезными. Я рада, что трудилась не зря. Спасибо, что рассказал мне об этом Мечник. Пожалуйста. Ну вот. Обрадовали маленькую девчушку. Теперь можно топать в Каверны Хайрула. Да, только я не туда пошел. Мне надо развернуться, идти в эту сторону. И выйду я через парадную дверь. Вот так вот. Я пока бежал, вспомнил одну мудрую мысль, которую мне консьерж поведал. Ну, робот-консьерж. Мол, все рудники находятся под городами. Хайрул это же тоже гор, это целый замок. Соответственно, если я сейчас спущусь в Каверну и просто буду бежать в сторону Хайрула, то я наткнусь именно на то, что я должен найти. А, скорее всего, это будет подземный замок Ганандорфа. Так что сейчас мы это и исследуем и проверим заодно. Ты посмотри, кто меня тут встречает. Лошадки! Вы же не боитесь меня, правда? Вы же не будете от меня... А нет, они от меня убегают, но я оседлал одно. Ой, шикарно. Сейчас мы с ветерком доберемся под замок Хайрула. Правда, есть один нюанс. Там чертовски темно. Путь не освещен. Надо найти корень, который осветит и озарит меня дорогу. Ну а пока что, будем отделиваться моими лампочками на костюме и бежать вслепую. А вот, собственно, и корень. Отлично. То, что нужно. Прибили. Так, лошадка, стой, 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 тормози. Ну куда что убежал? Давай обратно на свет. Ну, зашибись. Окрестности освечены. Ну и что, гоняшка, поехали дальше. Теперь наша дорога лежит куда как? Там подземелье или нет? Вот там вот есть расщельно, куда пробежать. Нет? Может, через верх как-то? Я на карте вижу дорогу, но не вижу пути туда. Короче, выяснилось, что, как бы это сказать, замок Ганнандорфа огражден глыбами. И туда попасть можно только через сам замок Хайру. То есть найти там вот эту вот расщелину и спуститься в нее. По-другому, видимо, не выйдет. Ну что, я поднялся наверх. Я около замка Хайру. И сейчас мы будем спускаться вниз. Туда, где вот этот разлом. Вот он. Именно туда-то мне и нужно попасть. Как-то страшновато. Там точно есть отверстие, куда надо падать? Ой-ой-ой. Открытие. Пролом под замком Хайру. Ну что я тебе хочу сказать? О-о-о, вот корень. Корень есть. Давай-ка туда залетим. Короче, как я и догадывался, действительно, до Ганнандорфа просто так через каверну не добраться. Нужно именно через эту расщелину сюда запрыгнуть. Все ограждено стенками. Ну а вот тому и доказательство. Карта. Карта все нам показала. Продолжаем наш спуск. А может и не надо было продолжать. А может быть... А, туда еще глубже можно, да? Ну что ж. Давай это и сделаем. Я правда хочу вокруг еще облететь. Может, тут есть какие-нибудь интересные штучки спрятанные. Пасхалочки, может быть, или еще что. Но, по всей видимости, нет. Нам только вниз. А, а рота. Центральный Хайру Каверны. О, как это называется. А вот тут уже есть проходик. Смотри-ка. Ой, кто нас тут встречает. Здрасте. Сейчас я их льдом очфарю, эти огненные создания. Не хочется с ними сражаться. Поэтому... Поэтому пускай они охладятся немножко. В принципе, в принципе... Так, а куда нам дальше? Куда нам дальше, кто-нибудь скажет? Может, я зря вообще сюда падаю? А, вон туда вот нам. Вот сюда. Опа. Вот так вот. О, какие тут злые демоны и существа вообще. Не-не-не. Ты брось эту бяку-каку. Он разбил, да, этот камень? Ну вот. Ребят, давайте их зафигачим. Ой, каверны. Э, точнее, мязны. Давай, иди сюда. Отлично. Быстренько. Где мой вообще меч? Он же призван бороться со злом и демоном. Так что... Я как подбегу на тебе. Вот и все. На изи. Так, сейчас еще, знаешь, что надо? А, кто-то... Упрыгал. Упрыгал. А ты ничего не успел сделать, нет? Сейчас, короче, надо на наш меч что-нибудь нацепить. Обязательно что-нибудь зацепить. Что-нибудь светящийся. Тоже, знаешь, чтобы еще мощнее было бороться с демонами. Ну вот, например, рог нейдры, да? Сейчас мы его тут выкинем. Вау! Я что, не всех, что ли, тут пришлепал? Ребят, ну как так? Спокойно. Сейчас я быстренько все сделаю. Вот. Теперь высший меч у нас с рогом нейдры. Пойдем, поднимемся, раздадим людей. Один упал. Ты тоже падай. Готов. О, да быстро я их ушатал, слушай. Очень быстро. Но один еще живчик. Живчик, живчик, живчик. Потому что я по нему не попал. Я просто его скинул. Блин, лед это вообще вещь, конечно. Ой-ой-ой-ой, уходим, уходим, уходим. Ух, успел. Выйди сюда. Один на один, давай выходи. Ёлки-палки. Юнок, ну добей его уже. Я не хочу в мязмы наступать. Ну вот так тоже пойдет. Спасибо, ребята. Все, откинул свои лапки. О, рог серебряного хроблина. 32 к черт монтажу. Сильно. Смотрим, где здесь еще можно куда пройти. Значит, смотри, оттуда мы спустились вроде бы, да? А тут теперь подняться надо. Тут еще где-то сундук есть. Пиликает мой детектор. Мне точно сюда? Ага, тут уже спуститься надо. Ребят, там летучие мыши. Может, как-нибудь это? Ну, подлети, взлети выше. Ааа, я потерял щит. Да что, пас? Щит, иди сюда. Что, еще один остался? Короче, надо просто спуститься тут и все. И не мудрить с ними. Не ждать пока. Ааа. Надо было просто с лука в них пострелять глазами и не париться. А я хотел, чтобы они вылетели снизу. И я их обезглавил. Но, видишь, так не вышло. Как получилось, так получилось. А вот он и замок начинается, видимо, да? О-о-о, здорово. Так, мне говорили. Если, 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 сделать вот так вот, то есть вот этот острый наконечник прицепить к стреле и попасть ровно в глаз вот этой сущности, то он должен исчезнуть. Но это все не точно, поэтому где у тебя там глаз? Где у тебя там голова? Попал. Так. Он реально исчез. Офигеть. Ха-ха-ха-ха-ха. Круто. Конечно, это круто, но... Если бы с него что-нибудь упало ценное, то мне бы это помогло в битве с Гонадоргом. Но, увы, увы, я просто его тупо отсюда убрал. Теперь мне нужно подняться как можно выше. Потому что вон там проход, а я здесь внизу. И как мне это сделать? Есть у меня одна мысль, а там есть проход, нет? Сейчас, ну-ка, давай отсюда подойдем, попробуем телепорт заюзать. Попадем мы наверх. О, тут реально проходик какой-то. О-о-о, мы еще глубже спускаемся. Офигенно. В самые глубины получается, да? И тут тоже остатки. Кто это его кинул? А, это мост обвалился. Давай-ка назад, я посмотрю, оттуда это прилетит. Ну, как бы, да, он сверху упал. Лады. Главное, не упасть в него. Вот, встаем, встаем, встаем. О-о-о-о-о, я зацепился за него. Зашибись. Получилось. И вот я наверху. О-о-о-о-о-о, я наверху. И что мы тут имеем? Где-то должен быть проход. Смотри, сундук показывает, еще ниже где-то есть. Вот проход, кстати, есть. Ладно, идем сюда. И он причем раздолблен. Этот проход. Какое здесь все неазматическое. Ага. Вот там вот этот левр был. Я его бабахнул. Теперь мы можем пройти здесь. Одного оглушили, короче. А-а-а, нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Черт, его летучие мыши. Капец, вот это я встрял. Давай-давай-давай-давай. Шлепаем отсюда. Ну, прыгни. Я, честно, не хочу драться с этими щитоедами. Потому что они не очень. Да и... О, впуск. Окей. Я потихонечку, пожалуй, буду спускаться. Не хочу сразу же лететь вниз. Готов. Заодно ресурщиков пособираем. Идем дальше. Кому там еще можно раздать? Ничуть там отверстие, дырище. И не просвет, не сусветный. Готово. С мышками разобрались. Ага. Дальше. Вон туда нам. Готово. О, там тоже лучник. Вот так вот с ним. Как бы туда попасть? Придется прыгать. Готово. Дальше сюда. Можно спустись прям по лесенке. Почему бы и не сделать это? Короче, очень много монстров. Со всеми я не хочу тут драться. К тому же ресурс моего меща, он тоже может исчерпаться. И на Ганандарфа не хватит. Поэтому. Спускаемся. Просто спускаемся. И сундук где-то здесь, между прочим. Где-то вот-вот, прям вот. Я спустился и... Я что-то чувствую. Что-то препятствует силе мудреца. Они сюда не могут пройти? Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Нифига себе. Я тут без мудрецов оказывается теперь. И какой смысл то, что я их собирал? Этих пять мудрецов. Сила высшего меча на исходе. Ну, понятное дело. Все, сломался высший меч. Ну, ничего. Он, я думаю, в битве с Гананом поднакопится. О, урок серебряного Заврофоса. 34 к чермонтажу. Так, у нас тут, смотри, башка робота есть. Можем робота собрать. Но... На кой она нам нужна? Давай-ка посмотрим. Что... Ух ты, какие здоровые. Очень здоровые. Больше, чем обычные, чуть-чуть. Я, короче, хотел посмотреть, знаешь, чё. Нифига себе, тут руды. Стой, 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 стой. Успел обраточку. Короче, нам, по всей видимости, вон туда нужно. И там надо пробить стенку. Кто это внизу? О, хорошо, что я туда не упал, слушайте. Там фантом руки, ёлки-палки. Ну, теперь я понимаю, зачем нам там самолётик. Если ты не хочешь париться с фантом руками, тебе он тут необходим. Я ещё на этот самолёт хочу всё-таки бошку вот эту поставить. Прям вперёд, вот так вот. И прикрепить сюда лазеры. Типа, во. У меня самолёт-единорог. Ну и можно ещё и пушку тоже шлёпнуть, в принципе. Почему бы нет? Её прям на нос. Во, всё, мега-истребитель готов. Надеюсь, моя гениальная инженерная мысль сработает. Всё, погнали. Летим. Кажется, попало по жопке этому. Оу, нифига себе, мне тоже попало. Очень хорошо мне так попало. На тебе. Мимо. Блин. Сломалось моё оружие. Крутое оружие. Ну ничего, я тут зачаровал другое, поэтому. Ух ты, как ты у меня с ноги. Я думал, щит заблочит это. Но не вышло. Всё. Хана этому, чертяки. Конечно, изрядно потрепал моё здоровье. Прямо-таки, я бы сказал, очень сильно. Один выстрел. И я почти полностью просрал свой ХП. Сейчас я хочу пробиться вот за эту стеночку. Попытаюсь это сделать вот таким вот образом. О, пробился. А вот и сундук. Бамба цвет, да зи штук. Я думал, мне оружие какое-нибудь дадут крутое. Но нет, не дали. Всё, теперь дорога только вниз. Только вниз лежит дорога. Надо бы как-нибудь восстановить сердца. В принципе, я знаю, как это сделать. У меня вроде блюда даже есть. Забавно основание. Центральный хайрул каверна. А, это не рудник. Это просто светящиеся камни. Я начали подумал, что это руда. Ну, как видишь, нет. Здорово, свинцы. Да ёлки-палки. Ну, почему щит-то не ставишь? Обидно. Здоровья почти нет. Давай, ударь меня. Он лежит, отдыхает. Наконец-то. Нифига себе, они тут с королевскими клейморами. Точнее, мечами. Сильно. Очень сильно. О-о-о, ребята. Давненько я вас не видел. Очень мощный тварь. Огонь, огонь, огонь. У меня где-то был огонь. Подожди. Не тот лук взял. Мне нужен... Вот что? Вот это вот мне надо. Фаербольчики найти вам. Блин, палочка сдохла. Мана кончилась. Мана. Вот так вот. Отлично. Кстати, мне тоже рекомендовали использовать вот эти части этих грибных существ, как они там, гибда, в качестве наконечника для стрел, потому что они, ну, одноразовые, по большому счету, а очень быстро ломаются эти ребра. Они большой дамаг наносят, но быстро ломаются. Поэтому для стрел они самое то будут. Ага. Надо чем-нибудь бомбануть. Доставим нашу большую пуху и ломаем. Э-э-э, пробились. Ого, нифига себе, какая фреска здоровая. А это типа Занай, да? Вот стоят. Погоди, это не то ли место, где... Точно, это то самое место, с чего мы начали. Где Зельда фоткала все вот это. И теперь мы можем фреску эту расчистить и посмотреть что там. нифига себе значит пробуждается ганан да и вот тут пять мудрецов против него в том числе и рауру в центре зельда которая получает меч выше и по всей видимости она его восстанавливать здесь и потом она становится драконом ты представляешь то есть за на и а подожди так это же логично это их история я вначале подумал что за на и знали что это произойдут так это уже у них произошло поэтому они нарисовали вот эту историю и если бы тогда мы смогли разломить все вот эти вот каменные глыбы то зельда вполне бы могла это расшифровать и знала что ее ждет такие дела что ж где тут проход где тут выход куда нам идти то дальше наверное сюда да это тоже самое место куда мы в принципе и спускались первый раз где мы нашли ганандорфа с рукой рауру точно это то самое место только мязмов стало больше вот она вот она зал заточения точно и теперь нам нужно спрыгнуть именно туда самую глубину недра зла чё погнали посмотрим кто нас там будет ждать сам ганандорф или его подчиненный клапан миазмов такое жуткое название так это что я тут вижу кристалл какой-то ну да похоже а нет это камень покрытыми азмами музыка то музыка какая ух ёлки вообще во тьму прыгать вот это да вот это корни миазма прямо жесть как они проросли до а вот и сам ганан походу ну конечно же конечно а я без мудрецов между прочим обратно подъехал красава но ты не волнуйся линк я с тобой я буду биться бок о бок с тобой и Фредак может гордиться мной линк мы защитим хайру геруда многим тебя обязан и я верну долг пришло время искупить древнее прегрешение и навсегда покончить с королем демонов ей давай напихаем ему но вначале надо отряду ему да дай мне закрутиться кручусь верчусь запутать хочу всем лещей надаю по жопе мне кранты ребят я побежал домой мне срочно надо лечить забинтоваться там это как их там медик медик мне срочно нужен медик ребят я не справился все я домой чаек пить хорошо чего мне там пожрать то есть капец есть конечно вот такая штука полностью меня может исцелить но скорее всего так как у меня да сердце у меня все забраны это чудесный пареный помидор мне не восстановит сердца к сожалению вы их придет сражаться так и очень надо сражаться аккуратненько поэтому я беру пока что волшебную палку вот так вот их и теперь достаю свой меч они быстро отдыхают между прочим побольше бы стрел слушай и все бы обошлось ребятка ловите по поджигаю вас еще разок сгорай они реально быстро сгорает от посоха как хорошо что я его взял слушай они вообще никчемные и свинья тоже быстро горит ой мана кончилась а я с одним хп получаем я с одним хп и вы мне ничего не сделать потому что я волшебник ой промажу да ёлки палкилинки хватит мазать ой 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 сейчас возможно нет все обошлось посох сломался есть дарить колотить ладно возьму другое звездопадик как-то так себе да звездопадик справляется я бегу но звезд я напускал знаний к ребят вам что звездопадик не нравится посмотрите так я понял надо другое оружие какой здесь и желательно чтобы это было копье у меня произошел конфуз все подвисло но теперь бежим где там беда бедовая я посох так и не зачаровал да но зато у меня есть нейдра резак который очень мощный вот так вот тебе готов конечности надо забрать блин нейдра резак на него тратить тоже не очень-то хочется конечно вот это фиаско ладно зато у меня будет второй шанс в этот раз я как можно больше здоровья сохраню слушай а чё если мы туда бомба цвет бомба нём а вон и смотри целая куча какая баба в принципе вроде чё-то сработало хорошо горят елки-палки так со свином мы сейчас разберемся при помощи вот этого оружия иди сюда постой немножко подморозь и теперь берем вот это и раскручиваем отошла свинья отсюда готова с большой разобрались теперь с маленькими ты меня все-таки ударила скотина ответы моего мастер меча да ёлки-палки еще свинья ударил сколько можно то ударь меня ударю дарю дарь оба и заледенела свинюшка ну все с армии ганандорфа разобрались и сейчас должен показаться он сам они новая армия ну конечно веселье ой так они еще и с копьями вообще зашибись на еще предлагаю сделать да я думаю это уже догадался я сейчас соберу здесь робота оба теперь надо его запустить есть запуск вот пускай горят теперь чё-то сюда подъезжал к такой хустрый как-то у меня дела обстоят хорошая машина получилось и как я про нее сразу не вспомнил смотри как она их жарит на шашлычку вам попахивать третья волна ганандорфских монстров он против них то точно нужно что-нибудь огненное я пожалуй просто буду ныкаться здесь за своим дроном все конечно же можно использовать бомба цвет вот так вот но это слишком жирно для них получается предлагаю короче взять меч и просто кинуть точнее прицепить на него вот так рубин а теперь горите 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 все нечистивый противный вот так вот хочу у меня там робот стоит ага батарейка потому что кончилась давай жги их там всех вот так вот вам прям прыгнул на меня скотина все еще парочку осталось вот это тяжело еще с литунами как быть как бы с литунами до них не добраться хотя вот достаю пешка все с ними покончено третья волна отбита чё еще четверто будет наверно да с клейморами они нас окружили же да нет не окружили и хорошо то мне одно сердечко я как бы я как бы ну вообще не очень лучшей форме все главное вы на корни не наступить еще где там мой посох не надо их подпускать к себе поближе опа отпрыгнули и вовремя полировали готов один так следующий где ты чё там кидаешься да ух ты блин как это близко то дай ему пошку вот едиком раздали последних парочку осталось 10 стрел я не буду их юзать оставлю на ганана на ганандорф не и всех ушатали и я с одним здоровьем на чё я вообще рассчитываю я не знаю отчаянный я парень это же не азма ганандорфа он что там внизу что я их убивал что не убивал клятый король демонов снова их оживил он пытается загнать нас в ловушку все эти враги посланы нам судьбой не доставь их нам линк линк тебе нужно идти дальше мы покажем вам силу мудрецов не волнуйся выгодный капитарли в этот раз проблем не возникнет уходи отсюда линк не делай что-то лучше ребятки сердце миазма ну вы там держитесь ага я тоже попытаюсь продержаться с одним сердечком пожалуй все-таки я съем то блюдо которое даст нам хотя бы плюс три к сердцам я как обычно устроил сам себе челлендж победи ганана с тремя сердечками вот так теперь у меня четыре сердца три из них не мои ну где же ты там ганан выходи как прискорбно мир который должен быть покрыт тьмой купается в оберзительном свете трусливые слабаки цепляются за спокойствие раньше было не так ликовали только самые сильные да что мне там уме может сделать ты посмотри в нем даже мяса нет чудо я я А как? Как это так вышло? Ты так быстро накачался? Я когда просыпался, у меня всего три сердечка было, а у тебя тут походу сразу все 20 будут, да? Или 30, или 40, сколько там? Клянусь, я сделаю так, что все будет как прежде. Я буду править миром, подчиню его себе, как и полагается королю. Король демонов Ганандор, восставший из заточения. Ты увидишь. Возрождение короля И рождение нового мира Так, Мороз его не берет, да? Мне страшновато чуть-чуть. Чуть-чуть буквально совсем. О, мои три сердечка, все. Так, я понял. Я понял, я понял, я понял, я понял. Надо уворачиваться. Давай еще разу. Давай, давай, давай. Ой, 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 вот это сильно будет сейчас. Это сильно. Как же мне тебя? Как же мне тебя? Да, блин, я даже не успевал, он очень быстро махает. О, все, я сдох, да? Слушай, а можно сюда дрона призвать? Вот тут реально. Можно это сделать? Так, он бы мне бы тут помог, между прочим. Давай! О, 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 дрон, выручай. Жарь его. Жарь Ганандорфа. Упрыгал, нифига себе. Я смог это сделать. Против его быстрый кота. Как это вообще вышло? Как это вообще получилось? Ой, он моего дрона сбахнул. Копье достал. А лук по... О, слушай, я же против тебя клинок хотел выжить. Он не исчез, засранец. Клинок против него бесполезен. Но я зато попробовал. Да, я думаю, этот поединок будет долгим. Я, короче, вот что подумал, что пора бы зачаровать мой меч чуть-чуть сильнее. Рог белого дракона, который исцеляет. Я сейчас его возьму. Здесь выкину. И сделаю вот так вот. Ну все, Ганан, я улучшил свой меч. На нем рок дракона. Сейчас я тебе покажу мастерство. Я научился тебя побеждать. Хопа! От винта. Теперь ничего не боимся. Подбегай вот так вот. О, нет, это я боюсь. Это... Ладно, это я боюсь. Потому что у меня азма и все дела. О! Вот это я сейчас тебе покажу. Вот это надо обождать, переждать. Кто психует, мальчишка, психует. Не нервничайте, мистер, не нервничайте. С копьем он вообще лузер. Просто капец какой. От меня не убежать. Давай еще. Прям на него прыгнул. Вообще бесстрашный. Последний раз давай. Попробуй, напади. Еее, уловочки сработали. Пробили ему. Хорошеньких лещей. Как в старые добрые времена. Кровь играет в жилах. Тело переполнено энергией. Но это была лишь легкая разминка. Ну вот. Нифига себе, ты куда? Шкалу здоровья себе рисуешь здоровую такую? Ты что, офигел? Пора положить это в руках. На этот раз одной рукой ты не оделаешься. Ёлки-палки. Тут еще и... Офигеть просто. О! Местяк, ребята, что вы тут? Мне ваша помощь нужна как раз таки. Че, он меня попляшет, кто? Ммм, извини за так долго. Король демонов тебе конец! Черт, он увернулся. Дарандор, пришло мне доплатить несчетам! Да, я сделал это с тремя сердечками. И с тремя дополнительными сердечками. Интересно, поможет мне это как-то здесь или нет? Я думаю, что не очень, но я попробую. Я попробую. Опа! Так, пытаемся его подловить. И теперь назад, резко назад. Есть! Поворот! Хорош! Получай лещей как можно больше. Опа! Еще подлов! Он тоже ворачивается. Теперь я... Ух ты! Вот тут вот момент такой. Он либо по горизонтали бьет обычно, либо по вертикали. Ой, это я не то, что хотел. Но ладно. Но ладно. Не тот щит случайно взял. Вообще не тот. Будем тогда... Вот так вот. И... Все, по-моему, неплохо. Я ему раздал лещей. Лещей. Воу! Три доплантерных сердца. Все. Со мной. Им хона. Блин, блин. Ну что ты такой медленный? Что ты медленный такой? Это плохо. Это плохо. Вставай, вставайся. Щащичок. Сейчас поедем, 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 поедем. Далеко. Не увернулся. Не получилось. Не получилось. О! Базуку достал. Базука, это дело мощное. Поворот. Ща здесь вот его подловить можно. Я должен подловить. Должен, 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 должен. Давай. Есть! Подловил. Потому что с Базукой это самое простое его подловить. Выхватил. Можно было его еще побить, пока он мяч достал. Давай. Опа. Не получилось. Но. Засраюсь. Ускочил. 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 Ищ бельми. Так. Готовимся. Есть! Получилось, ништяк. На, выкуси. Засранец такой. И вот тут вот сейчас с луком можно его добивать. На. Хорош. Брыжок. И сейчас будет ему хана. Кажись хана. Да. Все, я победил. Ганна. Наверное. Ведь он четвертой волны не будет. Ёлки-пак. С тремя сердецками. Я буду франить миром, как настоящий король. Я не верю, что сопляк меня победил. Тело, душа, да плевать на них. Я забегу тебя с собой в бездну. И тьма навеки окутает этот мир. Ты что, с ума сошел? Ты сейчас дракочей станешь. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И сейчас, короче, с ним Зельда должна схлестнуться в небесах. И это будет вообще битва титанов. Вот это змеёныш. Злой змеёныш. Откуда вообще он знал, что если съесть камень, он станет драконом? Драконизированный король-темонов. Чёрный дракон. Зельда, ты ли это? Принцесса моя! Значит, всё-таки сердце у тебя ещё есть. Драконизированный король-темонов. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все сердечки восстанавливать О, мои сердца Как я, по-моему, скучал Че, как его победить-то? Зельда подскажешь? Нет? Я вообще не в курсах Ну, я вот спрыгнул Спикирую к нему на башку, наверное Как бы, как бы, как бы, как бы Попасть к тебе на бочку Выносливости у меня, конечно, не к чёрту Так, 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 так Вот почти к гриве его подобрать Мне бы здесь силы тюлина не помешали Ты когда-нибудь заткнёшься? Нет? Так, он перестал Теперь нагриваю ему Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Ну же-ну 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 же А, ну тут миазмы, смотрите Так, ладно, я сейчас чуть-чуть пониже спущусь Вот сюда Так? Нет Слушай А где? Как его? Чё убить-то? Куда его фигачить? По башке? Сейчас я попробую туда добежать, конечно Смертельный номер Может, мне вообще не надо было на него? Ага, смертельный номер точно Да ёлки-палки Капец, Капцовый Чем? Чем тебе побеждать-то, а? Драконидзе Так, он сейчас спускается О, сердце восстанавливается, отлично А это очень хорошо Сейчас попробуем ему прямо в глаза лупить Потому что других вариантов у меня нет Зельда, подкинь меня наверх Ты где там есть? О, спасибо, ты подобрал меня Надо попробовать ему прямо в рот прыгнуть Прямо вот в рот Может, тогда чё прокатит Прямо в рот ему Эй! Ну я попытался А-а-а! Я увидел Я увидел, наконец-то Чё с ним делать надо Всё, я понял Ни в бошку Ни в голову Вот эти вот штуки надо лупасить Вот Глаза вот эти гнойники сраные Сейчас будем пробовать Вот я и здесь Давай-давай-давай, Линк, вставай Ох, как тут С гравитацией чё-то не того Готов один глаз Меня сюда выплюнуло Ничего, летим к следующему Оу, 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 ну фига себе Ху-ху-ху Прокатило знатно меня Ботёночком Зельда Мне нужна ты Подвези Такси Спасибо Следующий гнойняк Вон туда мне надо Вот туда, прям туда Вот и ещё минус гнойняк Сколько там у него ещё гнойников-то осталось Ну, по здоровью видно, что их три Но так я их вижу всего два Один значит где-то спереди Он спрятан или на голове, не знаю точно Точно, не точно Давай-ка спрыгнем Зельда меня тоже пытается подхватить Но я-то падаю на Ганандорфа На чёрного дракона Так что не надо меня подвозить Ещё один глазище Ну всё Ну всё Ну всё Ну белашечки Итак Ой, а чё всё покраснело-то Нифигай себе А где последний гнойничок-то его Глазастенький Как мне его одолеть? Ооо, ты чё зельду там мотаешь, э Негодяй Чё делаем? Как будем добивать это? Нечто красное А вон, смотри Вон, вон, у него чё-то светится Полетели Сейчас надо вернуться от всего этого И прямо вот в это Светящее, если надо Это, видимо, капля Та самая капля, которая даёт силы Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну О, точно, это та самая капля Да ёлки-пакс Давай Есть Есть Победа Ну, вонзишь туда меч А, я должен нажать Ну, давай Король Артур Мы победили И только Бравый воин Сможет вытащить этот меч Из этого дракона Из черепа этого дракона А, ты вытащил? Ну вот Легенда не получилась Сможет вытащить этот меч Сможет вытащить этот меч Ну все, я думаю, что с Гананом покончено. Уничтожить Ганандорфа. Выполнено. А что с Зельдой-то делать будем? Как ее с формы дракона вытаскивать? А где моя футболочка? Это грезы Зельды? А где моя футболочка? Ну конечно. Ну не могли разработчики так закончить историю. Зельда обязательно должна вернуться. И духи прошлого мне в этом помогут. Субтитры создавал DimaTorzok Я пожертвовал ультра рукой, чтобы вернуть Зельду. Ну наверное это равноценный обмен, потому что ультра рука она очень мощная. Она действительно очень сильная. То есть я отдал свои силы в обмен на возвращение Зельды. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ай разработчики, ну вы даете. С чего начали, тем и заканчиваем. С полета на Хайру. Точнее с падения. Но в этот раз мы ловим Зельду. Ох, как они загнули эти разработчики. Боже ж ты мой, вот это красота. Ну Зельдочка, иди сюда. Настерпелась ты у нас. Красотка ты наша. Ловим. Черт, не получается, ты прикинь. Все не так-то просто поймать эту красавицу. Еще разок. Потоки воздуха нам мешают. Ну, тянись, Линк, тянись. Красавчик. Ну, это прям как в кино, если честно. На самом деле бы они об такую гладь разбиться, как нефиг делать. Это то же самое, что на землю упасть. С такой-то высоты. Ну, ладно, ладно, ладно. Все, я замолкаю. Это красиво, это эффектно. Но нереалистично. Хотя, о чем это я? Тут драконы летают. Линк. Что? Я думала... Ты получил меч. Гонандорф повержен? Это ведь не сон, правда? Это же... Просто чудесно! Но... Как же... Поняла. Все это время я была в глубоком сне. А потом меня окутали чем-то большим и теплым. И я проснулась. Спасибо. Я много кого встретила в том времени. Ты себе и представить не можешь. Теперь я столько всего могу рассказать тебе. Я дома. Линк. Найти Зельду. Выполнено. Линк. Выполнено. Выполнено. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Зельда, ты все это время была в небе? Да Хотя и не помню этого Не думала, что снова буду стоять здесь Возможно, мне кажется, но Рауру и Соня Помогли Линку Наделив его силами света И времени Да Пришло Мое время Минеру Ты изгнала зло Которое пришло к вам от нас из далекого прошлого И ты больше не нуждаешься во мне Мне пора Вернуться к Рауру И своему народу Все мы Приносим Клятву Верности Зельде Верности Принцессе Зельде И всему Кайруру Рауру Раура и Соня будут рады Минеру Я скажу им О твоих чувствах Спасибо 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 Субтитры Король Рауру, королева Соня, Минеру, древние мудрецы. Они мечтали не о перемирии, а о воцарении вечного мира в Хайруле. Я хочу, чтобы их мечта сбылась. Отныне и навсегда. Друзья, вместе нас не одарить никому. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому